Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я даже не знаю, заканчиваем ли мы тему секретов. Все-таки семь уроков это много, но чем дальше влез, тем больше дров. Вообще я планировал сделать 3-4 видео, а первое еще до этих планов называлось «Все секреты работы в Google Docs». Ну то есть изначально я думал, что умещу все вообще в один скринкаст. Ну как тут уместишь, когда я буквально недавно наткнулся, например, вот на такую фишку. Вставили данные и нам их надо разнести по разным столбцам. Такое бывает у меня бывало не раз. Не помню как выкручивался, а делается это так. Данные. Разделить текст на столбцы. Можно предоставить ему право выбора, а можно самостоятельно решить, по каким критериям мы будем разбивать данные. В моем случае это пробел. И теперь имя у меня в одном столбце, фамилия в другом. Казалось бы мелочь, но вручную это делать совсем непросто. Особенно при больших массивах. Но это так, для затравки. А вообще сегодня мы поговорим о взаимодействии сервисов внутри Google Docs. Все-таки главная фишка Google Docs в том, что они существуют во-первых в сети, во-вторых в рамках одного Google аккаунта. В одном из предыдущих видео я рассказывал, как создать диаграмму в Google таблицах. Повторять не буду, ищите в плейлисте. Но в рамках единого пространства Google Docs мы можем не только создать диаграмму, но и вставить ее в текстовый документ. Вот здесь выбираем диаграмму. Из таблиц. И он предлагает все диаграммы, к которым у нас есть доступ. Я создавал только что вот эту. Тут нужно выбрать одну из диаграмм, если у вас их на странице несколько. И все. Причем диаграмма эта интерактивна, то есть она связана с Google таблицей. И если мы вдруг поменяем какие-нибудь данные в Google таблице, для наглядности вот так, чтобы было сразу видно, то и в нашем документе, чуда правда не произошло, не автоматически, но все-таки появляется дополнительная кнопка обновить. И при обновлении мы получаем новую диаграмму с учетом обновленных данных. Для любителей всяких отчетов и совещаний, к которым лично я отношусь негативно, это просто праздник какой-то. Особенно учитывая, что и сами данные в Google таблицу могут подгружаться динамически. Например, вот так. Это еще один, как мне кажется, очень полезный пример взаимодействия, в данном случае Google таблиц с Google формами. Google форм мы в рамках секретов не касались. Я сейчас посмотрел, и оказалось, что я вообще не касался Google форм в своих скринкастах. Не знаю, хорошо ли это. Конечно, Google формы предельно просты, но и там есть свои секретики. Например, вот. Мы создали простую форму. Переходим к ответам. Здесь выбираем иконку таблицы, т.е. сохранить ответы в таблице. Можно создать новую или добавить лист к уже существующей таблице. Давайте добавим к существующей. Выбираем, какой именно существующий. И у нас появляется новый лист с двумя графами. Дата заполнения и вопрос. Переходим к форме от имени стороннего пользователя. Отвечаем на вопрос. Даже два раза отвечаем на вопрос. И получаем в нашей таблице два ответа и точное время заполнение формы. А для любителей представлять все в виде графиков и показывать на всяческих совещаниях, мы можем вставить сюда график, который будет меняться в зависимости от появления новых ответов. И теперь вы уже знаете, как добавить этот график в Google документы. Вот вам пример взаимодействия трех инструментов из комплекта Google Docs. Кстати, удалить этот лист не так-то просто, и пока мы здесь, покажу, как это сделать, если вдруг вам понадобится. При попытке просто удалить, он выдает ошибку и просит сначала отменить связь с формой. Делается это здесь же, в выпадающем меню. Вот так мы сначала удаляем связь с формой. И теперь уже спокойно можем удалить лист. Так, ну и напоследок, раз уж мы сейчас в Google таблицах, покажу, как настроить тут выборы списка в какой-то графе. Сходу не смог придумать применение, но вы найдете. Правая кнопка мыши. Настроить проверку данных. О проверке данных мы уже говорили. Удобная вещь. И тут есть кроме самой проверки возможность выбрать значения из списка. Здесь через запятую вводим значения, и они появляются в выпадающем списке. Вот таким вот образом. Не знаю, нельзя сказать, что видео с секретами пользуются невиданной популярностью, но еще раз, мне самому эта тема очень нравится. Лично мне она крайне полезна, поэтому, возможно, буду продолжать. Поддержите лайками и комментариями мой выбор, а еще подписывайтесь на канал и любите друг друга.